Помните мне героя Леонова в фильме «Необыкновенное чудо», когда он всему находил объяснение. Это тетка мерзавка, это дед негодяй. Гены. Ничего с собой не могу поделать. Так он и был прав, что находил объяснение. Он с его точки зрения был абсолютно прав. Это выдумка то ли Тутанхамона, то ли Бутузова о том, что правда всегда одна. Были как-то не случится. Итак, со знающим себе цену журналистом Евгением Додоревым мы поговорим через пару минут, а пока новости из жизни не менее достойных людей. Все новости о Кинотавре кончились. Мы собрали чемоданы и 31-го все улетаем в Сочи, сказал нам Марк Руденштейн после последней предфестивальной пресс-конференции, которая тоже свелась к прощанию с Москвой. К нашему большому сожалению, Марк Руденштейн не сделал Аль Пачино предложение, от которого тот не смог бы отказаться, и актер будет куковать в опустевшей во время Кинотавра Европе и Америке. Владимир Спиваков покидает Москву и скоро полетит в Минск, чтобы после России и Украины завершить свою благотворительную акцию, посвященную десятилетию Чернобыля в Белоруссии. Как рассказал нам Владимир Теодорович, в Москве самым значительным событием стала встреча в клубе «Московских новостей», проводившаяся в посольстве в Венгрии. Вел встречу Святослав Белза, а в числе гостей присутствовал даже Евгений Примаков. Эдвард Радзинский, тоже бывший на этой встрече, недавно вернулся из трехмесячного вояжа по миру. Шуму наделала его книга «Сталин», изданная уже в Нью-Йорке и Лондоне, и получившая восхищенные рецензии. Но осенью выйдет русское издание, порадовал нас Эдвард Станиславович. Оно самое большое, тысяча страниц. Это первая полная биография Сталина. Сейчас растет жизнь, а все остальное не растет. Нет открытий в литературе на эстраде в науке. Вот ведь как странно. Жизнь сама явно куда-то движется, а все остальное не движется. Охарактеризовал атмосферу сегодняшнего времени Михаил Жванецкий. На пресс-конференции по поводу выхода в свет, сидит диско, аудио и видеокассет под названием «Привет, электорат». На правах новостей, 22 мая. Итак, мы продолжаем беседу с журналистом Евгением Додолевым. Когда вы работали в газете, совершенно секретно, вы славились там своими публикациями, остротой взгляда, неординарностью подхода. А вот что-то больше не работаете, я знаю, что, хотя вы не любите об этом вспоминать, как-то не сложились у вас отношения с новым редактором газеты Артемом Боровиком, хотя с создателем газеты Юлианом Семеновым у вас были замечательные отношения. Ну, я хотел сразу говорить, что я там ничем особенным не славился. Вот в передаче... Ой, извините. По Фрейду оговорка. Вежемечники, совершенно секретно, потому что я туда уже пришел маститым как бы журналистом, достаточно уже осторожным, и как бы уже практиковал административную деятельность. А с Артемом, с Артемом как бы у нас разошлись дороги, потому что, я думаю, что в основном из-за моей амбициозности... Потому что круглая земля. И поэтому тоже, и потому что я не хотел работать на кого-то, кроме, допустим, Юлиана Семенова. Вы не расстроились, говоря таким детским языком, из-за того, что вы не стали преемником на посту? А я в тот момент вообще был тонким. Вот в чем дело. Я в тот момент себе не мыслил карьеру владельца или совладельца, и человека, который будет, как это называется, решать вопросы. Я не хотел творить под началом другого, скажем так, журналиста, потому что журналисты для меня слово с оттенком, в общем-то. Ну, это не ругательство, но это совершенно нелестно как бы. Журналист нелестно? Абсолютно. Кто вы сейчас? Я сейчас... То есть вы перечеркиваете значительную часть своей биографии? Легко. Во-первых, она в хронологическом отношении столь значительна, потом время-то не очень полезно перечеркивать что-то в своей биографии. А в-третьих, в подавляющем большинстве журналистов, люди крайне неприятные во всем мире, это я не говорю только об отечественной журналисте. Журналисты – это человек, который хочет удовлетворять собственное любопытство за казенный счет. В большинстве журналистов люди крайне необразованные, я считаю. И в основу своей деятельности, как бы положившие вот этот принцип греться в лучах чужой славы. А какие-то авторитеты в журналистике есть? Да, бесспорно. Есть люди, вот Юра Щекочихин, который был моим, как бы, первым, что ли, работодателем еще в 70-е годы в начале. Он мне дал задание, которое я с успехом провалил, потому что очень любил вино типа портвейн. Но он всегда был честным, что крайне, вообще, это редкое качество для журналистов, да. И я верю, что он честным остался, хотя мы давно уже не общаемся. И этот человек для меня всегда, как бы, был бесспорным совершенно авторитетом. Я многих мог... Артем Бравик... Вы называете людей из предыдущего поколения? Артем Бравик младше меня, он не из предыдущего поколения, он из последующих поколений. Я считаю, что это талантливейший совершенно журналист. Ему тоже присуща честность? Вообще, честность, это характеристика предыдущего поколения? Нет, я думаю, что ему совершенно... Ему, так сказать, генетически она, я думаю, что не присуща, но это совершенно... Руководитель вообще не может быть честным. Если он не умеет обмануть партнера, то как он вообще позаботится о людях, о вверенных ему людях, о подопечных? Наверное, тоже соткан из лжи, исходя из этой теории. А ко мне термин не применил, потому что я близнец. Меня вот... А вы как колобок, да? Вас как вкусило, да? Нет, я вот просто поскольку два человека, у них могут быть разные мнения совершенно. Вы напоминаете мне героя Леонова в фильме «Небыкновенное чудо», когда он всему находил объяснение. Это тетка-мерзавка, это дед-негодяй. Генн, ничего с собой не могу поделать. Так он и был прав, с его точки зрения был абсолютно прав. Это будем-то, а то ли ты там прав. Если ты пьешь творами, опасайся за свой кошелек. Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног. Если ты выдернешь волосы, ты их не ставишь назад. Если ты выдернешь волосы, ты их не ставишь назад. И твоя голова всегда в отрепеза, то, куда сядет твой зад. Продолжение следует...